и у меня вопрос по функции любовницы у нее функция удовлетворять взаимные потребности а если по возрасту вы так сказали, что после 14 лет это уже начинается функция любовницы ну например подросток дочка у меня, например, 15 летняя у нее уже есть потребности она там хочет секса у нее нет мужа, который ей не нужен в 15 лет как ей их реализовать на твой взгляд надо маме научить пользоваться контрацептивами то есть сразу после 14 лет быть готов, что если есть желание то надо идти и удовлетворять его не сдерживаться, не расти не отвлекаться не надо, надо идти и просто заниматься сексом вы сейчас начинаете говорить о теме которые чаще всего живет слушающие а я буду рассказывать свои мои, моя точка зрения она не претендует здесь на единственное возможное или там самое правильное я буду словом говорить тогда, может быть, накал будет меньше я считаю, что в принципе, если у человека есть потребность есть способы эту потребность обезопасить от последствий нежелательных хорошо нежелательных это чтобы она не заболелась венерическим заболеванием это чтобы она не забеременела и это чтобы ее сильно не вырвало из того образа, ритма жизни в котором она находится она еще учится если вот эти три условия если это плохая компания выпивка и все остальное то вот это да давайте будем честными а вы уверены, что они этого не делают? потому что чаще всего сексуальная жизнь начинается извините, сейчас можешь кого-то в 13 лет в 13 лет просто они родителям могут потом взрослые приснились и что? мы сами себя обманываем то есть нам надо воспитывать себя так что если хочется идти занимайся только безопасно ну это знаете это такой минимум опять же сложная вещь в наших предыдущих видах цивилизации христианская европейская цивилизация в ней потеряна эта традиция раньше было этому обучали к тому же сексу искусству любви обучали сейчас только психолог этим занимает Таня решила подвязаться и тот она диплом писала ее преподавательница чуть не это самое и в хвост и в грибу такая тема ты от нее откажись не берись да это самое понимаете она настолько сложная восприятие социальное хотя у нас уже там три сексуальной революции произошли да все там все делают все там со всеми знакомятся свингуют и так далее ну да если реально посмотри что происходит а как только скажешь об этом публично тебя сразу же заклюют да вот и а раньше были школы школы условно говоря школы не современные как где учили искусство любви научить бы желательно ну не сложно конечно сказать что это должна сделать мама потому что эта мама меня тоже может заклевать да или какая-то более взрослая другая женщина может быть так и лучше ну например там тренер да по искусству любви можно можно объяснила некие тонкости в седине да в том что как происходит и потому что ну всем мы попадаем в сферу сексуальности все так природа помоги да вот задыхаюсь если кого не кто наверное все знают но не все и лучше конечно если в эту область они придут уже понимающими что это такое от них и интернета не всегда хватает да а некоторые формы интернета ну там да с порнографией различными по самым приносит вред а интерес есть они его удовлетворяют как попадется то есть это знаете стрельба вот эта вот русская рулетка да то есть есть вариант когда один патрон все пустые да а здесь когда один пустой а все остальные полные вот это такая рулетка то есть с этим вопросом сидите вот так вот играются то есть как попадет повезло ему он нормально сформировался не повезло мы смотрим такие все эти вариации которые ну когда в школе начинаем в определенном классе рассматривать эту тему то это уже оказывается это больше не попозже да 9 класс ну или да уже есть анекдот хотите узнать о сексе побольше спросить у детей да даже не поздно а это нормально не доносится в школе нет давайте в школе вообще об этом не говорим да это тема умолчания да это было на биологии просто шоу у нас у всех есть разные органы мальчиков и девочек все все вся тема я считаю это невозможно почему потому что наша школа смешана эти вопросы нужно разделять да вот чтоб они и учились вообще ну я считаю что лучше если бы они учились мальчики и девочки отдельно но это мое не знаю может быть я ошибаюсь да из этого возраста с пуперта одного с 11 мальчик после младшей школы когда они перешли в пятый класс я считаю что там желательно чтобы у мальчиков были учителя мужчины очень очень а я уже месяц опыт набирать для них общаться даже не на улице ну в подвал это дело в том что они не набирают опыт понимаете мальчики развиваются позднее мальчики чувствуют себя в одном классе с девочками очень ущербными может девочки уже о-о-о и мальчики вот такие понимаешь у нас потом конфликт появляется что мужчины не чувствуют себя лидерами вот они набрались опыта да девочки чуть лучше учатся чуть быстрее развиваются понимаешь это не тот опыт который немножко так это остается на всю жизнь да девочки действительно раньше мы женские типы полового взросления большинство девочек раньше входит в этот пубертатный период а пацаны шпендиками такими остаются но потом правда до 11 класса уже вытягиваются и становятся пацаны но вот это вот пренебрежительное отношение еще подтвержденное семьей да баллы должны быть где они должны дискотеки специальные мероприятия да должны проводиться встречи и общение но а вне школы ну раньше там было да и там определенные правила поведения этикет как танцевать как подать руку что говорить и все со временем это уже обучение а так они как бы ну перенимают роли женские мужские и все вот это информация но это мое представление я все таки считаю что батарейка работает тогда когда есть два полюса и если мы эти полюса ну как да нейтрализируем то мы и теряем энергию можно я все таки Алене отвечу мне кажется на мой вопрос очень важный такой я бы ответил по своему мне я понимаю что никто не будет сексуально обучать да там искать старшую подругу которая с ней говорила это очень сложно они уже сами сторонятся этих разговоров с родителями но если девочка почувствует что мамы не кошмар-кошмар что у нас в конце концов мы должны сохранить вот эту вот интимность в том что ты можешь со мной об этом поговорить потому что если что-то произойдет ну первое кому она должна подойти и рассказать да это маме попросить помощи или там еще что-то совета может даже нужно говорить что то что ты чувствуешь это нормально да вот об этом можно говорить что у тебя есть такие желания есть желания это нормально учиться этим владеть это непросто я понимаю говорить о романтике об уважении к себе об уважении к партнеру что встретиться человек с которым тебе будет может очень скоро встретиться может уже прямо сейчас но ты присмотрись да то есть когда мы им даем свободу и даем эту ответственность что я понимаю это может произойти и сейчас уже вот на тебе большая ответственность как это будет да получит ли ты в голове получит ли ты психологическую травму, или это будет красиво и как-то романтично. Мы с ним сидели целый вечер, держались за руку, поцеловались и что-то большее. Но на самом деле это происходит очень рано. Наш страх... Ещё одно хочу сказать. Её нужно научить тому, что феномен затягивания, начала сексуального контакта, непосредственного сексуального контакта, пенетрация, извините, введение мужского полового органа в женский. Это очень важно для пробуждения сексуальности в целом. Я сейчас объясню, почему я говорю. Потому что когда у нас пробуждается низ, голова выключается. Ну и мужчина и женщина. Этим я хочу, этим я так вот сейчас размышляю. А пробуждение сексуальности по-настоящему. Вот тот магнит появляется, о котором я уже много раз говорил. Это когда у нас и здесь, и здесь работают оба центра. И идёт такой мощный энергетический обмен низа-вверх. Идёт такой круговорот энергии. А он появляется, когда мы, может стихийно сам по себе возникли, откладываем. Не переходим. И тогда энергия снизу, как вот в йоге объясняют, да, кундалини. Она туда подымается, 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 подымается и зашкаливает. И вот уже тогда пошёл круг, то есть он поднялся и началась работа по кругу. И это очень хорошее состояние, с которого уже можно начинать сексуально. Но как только они вступают, вот именно на этом, на первом ощущении здесь, то они же, развядка происходит друг с другом, и это малый круг, вот здесь происходящий, он не даёт того удовольствия, даже оргазовый такой, понимаете. То есть, если девушка, она оттягивает, да, ну парень хочет, а она оттягивает, это понятно, у них такая функция в этом смысле, да. Ему побыстрее, а ей по самому. То она поступает очень мудро. Она и в себе, да, полностью пробуждает свой вот этот организм, да, вот желание. И переживает такие оттенки сексуального, которые иначе не переживают. И он переживает. И там вот это и срабатывает то, что в этой поговорке говорят, да, что мужчины ради секса готовы даже на любовь, да. У него оттуда подымается, вот здесь верхняя чакра, верхняя это самое, и тут он уже начинает любить, вот здесь мы любим, да, то есть всё-таки этой частью. А у неё, в конце концов, сюда всё глубже и глубже спускается, и там она должна, ну цветочек этот должен раскрыться, он же, ну пока что только первое желание, да, там, вся мощь этих переживаний, которые там у неё, она всё равно ещё не раскрылась. То есть у неё вниз спускается, у неё вверх, и тогда вот, когда они, в конце концов, всё-таки вступят, это будет совершенно другое. Это будет, ну не знаю, фиелия какая-то, да, это то, что запомнит со мной всю жизнь, и то, от чего ни один мужчина не уйдёт, скажем так, ну если она хочет с ними иметь длительные отношения. Ну вот, то есть это вот, сказка Рюви, это перепиха. Ну вот так вот можно объяснить, то есть всё, перерыв. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.